Мы сейчас будем там осуществлять беспилотные, а потом и пилотируемые пуски для исследования дальнего космоса. И лунная программа, и затем исследования Марса. Первая это совсем скоро, в 19-м году мы собираемся запустить в сторону Марса миссию. Новое продолжение исследования Луны, не как Советский Союз. Наши специалисты постараются сделать высадки на полюса. Оттуда может быть начато исследование других планет. И вот сели на полюса, а нам обещали. Вы своим женам чего обещали, когда женились? Что, выполнили? Ну на полюса, а нам обещали, что так можно. Да любая программа, которая написана, это не более чем представление о будущем. Новые ворота России в космос. Восточный, самый молодой отечественный космодром. Как идет строительство второй очереди, проверил Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Амурскую область. Это уже часть лунной программы. Корабль «Орел», который и полетит к спутнику Земли, президенту показали в виде макета. Но план, можно сказать, почти воплотившийся. Вот корабль сейчас уже в металле. Проходит статические динамические испытания в корпорации «Энергия». Вот он и полетит у нас отсюда в 21-м году. Значит, более того, у нас запланированы очень важные пуски, такие как, пускай же, впервые за 45 лет мы возобновляем исследования Луны. Сначала автоматическими аппаратами. В октябре к естественному спутнику Земли полетит «Луна-25», а потом и пилотируемая программа. Новый корабль «Орел» уже, как говорят специалисты, в железе, то есть готов к испытаниям. Вы будете, конечно, смеяться, но главный батутист России Рогозин снова перенес полет на Луну. Уже в седьмой раз с 2014 года. В очередной раз запуск был сорван из-за необходимости проверить приборы, агрегаты и двигательные установки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госкорпорации. Теперь запуск перенесен с октября 2021 года на май 2022. Несоответствие заявленных характеристик оборудования были выявлены в ходе проверки в условиях эксперимента. В Роскоксмосе подчеркнули, что приоритет – надежность первой миссии на Луну в современной истории России. Вице-президент Российской академии наук академик Юрий Балега отметил, что для запуска в этом году осталось слишком мало времени, и разработчики не успеют подготовить технику. До этого аппарат Луна-24 был запущен Советским Союзом в 1976 году. Запуск аппарата Луна-25 представляется Роскосмосом как возвращение в клуб космических сверхдержав. Первая российская экспедиция на южный полюс Луны должна стать успешной. «Мы полетим тогда, когда результаты всех испытаний будут положительными. Будем испытывать, сколько понадобится, чтобы все хвосты подчистить», сказал заведующий отделом ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов. Ранее Россия потерпела неудачи с Марсом-96 и Фобос-Грунтом. Луна-25 – претендент на звание самого продолжительного долгостроя в российском космосе. После многочисленных неудач межпланетных миссий и деградации космической отрасли до уровня извозчика, астронавтов и спутников, ученые боятся снова потерпеть фиаско. Проект уже покинула Швеция, решившая разместить свои приборы на борту китайского лунохода «Нефритовый Заяц». Академик Михаил Маров жалуется, что конца и края подготовки нет. «Мы разучились садиться на Луну. В 70-е годы мы делали это неоднократно. А сейчас мы утратили все то, что обеспечивало наши достижения», отмечает Маров, который участвовал в миссиях по доставке лунного грунта на Землю. Напомним, что госкорпорацию «Роскосмос» возглавляет друг Путина, миллиардер Рогозин, который уже много лет участвует в успешном распиле космических бюджетов России в космических масштабах. Коррупция в российской оборонке просто феноменальная. На космодроме Восточный, из-за которого Рогозин и должен нам зуб, сорвали все сроки, нарушены все обещания, разворовано все. То же самое я говорил неоднократно применительно к другим крупным нашим проектам, например, к космодрому Восточный. Сто раз сказано было, прозрачно, работаете прозрачно, деньги большие выделяются, проект практически тоже носит общенациональный характер. Нет, воруют сотнями миллионов, сотнями миллионов. Уже несколько десятков уголовных дел вознуждено. И разбразаривание денег в «Роскосмосе» продолжается. Счетная палата выявила нарушение на 30 миллиардов рублей. И это только за один прошлый год. Космическая индустрия превращена в какую-то клоунаду под руководством робота Федора. Министр обороны натурально олигарх. И еще явно не в себе, со всеми этими гигантскими храмами, музеями-звездами, клонированием скифов и боевыми старообрядцами. Российские военные устроили необычный эксперимент. В сибирскую тайгу на целый месяц отправили 10 бойцов горной и мотострелковой бригады. Инструкторами для бойцов стали старообрядцы, которые живут в тайге на протяжении многих лет. Генералы его тоже живут круче, чем любые бизнесмены. А в оборонках все вбухивают и вбухивают и вбухивают денег. В ущерб другим бюджетным расходам. Прикрываясь тем, что России одномоментно угрожают все существующие угрозы вселенной. Но с другой стороны, ну Дмитрий Олегович, ну побойтесь бога, ну кому угодно про коррупцию рассуждать, но не вам. Мне сложно посчитать количество раз, которые мы и другие расследователи ловили Рогозина на коррупции. Причем на очень тупой, наглый, простой, как три копейка коррупции. Смотрите, как все просто. Дмитрий Рогозин живет вот тут, на Старой Волынской улице, в этом прекрасном таунхаусе. Эта квартира появилась у него в 2013 году. Она стоит около полумиллиарда рублей. Рогозин всю жизнь чиновник. Его доходы известны по декларациям. За два года до покупки этой недвижимости, его семейный доход составил 11 миллионов рублей. Откуда у него могло взяться полмиллиарда? Никогда не думал об этом. Надо подумать. Рогозин потом оправдывался и говорил, что квартиру не покупал, а выменял. Отдал свою квартиру в Большом Тишинском переулке. Ту квартиру, которую ему выдало государство, и он приватизировал. И которая в полтора раза меньше. И стоит в два раза дешевле. И получил вот эту, обменял. За это ему просто надо сказать большое спасибо. Ага, то есть получается, что человек, с которым эта сделка Мена была заключена, потерял миллионов в 200, не меньше. И если у нас эти рубли будут разлетаться веером в качестве конфетти, то мы просто себя уважать не будем. Естественно, потом выяснилось, что это его какой-то суперстарый знакомый, и они связаны с семьей. Да и вообще, квартира была записана на офшор. Так что, скорее всего, еще раньше она тоже принадлежала Рогозину. А Мена была придумана для того, чтобы не платить налогов. Прошло пять лет. Доходы Рогозина все еще доподлинно известны. И у него появляется дача. 800 квадратных метров. Это его главный дом. Участок, полгектара, огромная баня. А вот тут, через забор, еще одна дача, тоже 800 квадратных метров. Записана на 83-летнего тесте Рогозина, отца его жены. У которого самого, понятно, таких денег быть не может. Заработал Рогозин за всю жизнь вместе с женой 92 миллиона. А дача стоит 350. На все эти достаточно справедливые и логичные вопросы к чиновнику Дмитрий Олегович реагирует болезненно и агрессивно. Называет нас лживыми подонками. Передача Соловьева обозвал треплом и сказал, что мы ведем какую-то адресную атаку на чиновников, которые особенно усердно служат Путину. Той группы товарищей, которые называют себя борцами с коррупцией, они, конечно, абсолютно трепло. И, наверное, после каждой передачи просто ржет и потеряет потные ладошки. Не устраивайте люди, которые действительно работают на Россию, которые стараются выполнять все поручения президента. В Твиттере вообще многозначительно угрожал. Все прочли? Запомнили? Ждите. Ну, ждем. Чего? А чтобы не было скучно ждать, давайте я расскажу вам о том, почему за жизнь самого Рогозина я переживаю не очень сильно. Но вот кто в серьезной опасности, это его сын. Значит, что произошло, что произошло все по плану. У нас, ну, план обычно, как говорится, приводится в соответствии с фактом, да? Алексей Рогозин. 37 лет. Классический папенькин сынуля. Сначала работал у папы в партии Родина, потом папа стал вице-премьером, курирующим военно-промышленный комплекс, и Алексей пошел работать в военно-промышленный комплекс. Это только начало работы, и это некий фундамент для дальнейшего развития. Сначала в Алексинский химический комбинат, там производят порох, ну, а потом в Министерство обороны. Это такой уникальный вид таланта, который раскрывается исключительно тогда, когда папу чиновника куда-то назначают. Папу назначили ответственным за оборонку, и у сына карьера в гору. После Министерства обороны в 33 года Рогозина-младшего сделали директором легендарного авиазавода Илюшина и вице-президентом ОАК. Он сразу раздулся от собственной значимости, начал раздавать интервью, как санкции ему нипочем, и начал заказывать себе за госсчет люксовый автомобиль за 8,5 миллионов рублей с панорамной крышей и массажными креслами. Прямо государственный управленец, посмотрите на него. Но потом папу снимают с должности вице-премьера. И все, этого тоже пинком под одно место и из ОАКа, и из Илюшина. Рогозин покидает пост вице-президента ОАК и гендиректора Ильюшина. Теперь работает на азербайджанского олигарха-застройщика года Ниссанова. Строит не самолеты, а торговые центры у метро. Страх потеряли, понимаете? Потеряли страх мерзавцев. Но вернемся к главному. Каким бы бесполезным пожирателем госбюджета Рогозин-младший не был, ему угрожает серьезная опасность. Давайте начнем с его доходов. Они известны не за все годы, но есть с чем поработать. Вот эти цифры мы знаем точно, они из декларации. В 2016 и 2017 году он работал в Минобороны, замдиректором департамента имущества. Зарплату не раскрывал. Но мы можем предположить, что если бы он начальник получал 5 миллионов, то сам Рогозин, ну, давайте щедро допустим, 4 миллиона. В 2017 году его устроили на завод Илюшина. И там, судя по утекшей налоговой базе, он получал баснословные 2 миллиона в месяц. То есть 24 миллиона в год. А теперь давайте посмотрим на эту выписку. Вообще-то это обычный наш документ. Обычная выписка из Росреестра. Но по мнению папы нашего героя, это приговор. Рогозин Алексей Дмитрович. Дата 26.08.2019. Жилое помещение 208 квадратных метров. Москва. Чапаевский перулок. Дом 3. Триумф Палас. Одна из самых известных новостроек в Москве. Элитный новый жилой комплекс, выполненный в стилистике сталинских высокок. Он расположен на северо-западе Москвы. Район Сокол аэропорт. Прекрасное место. Отделанный мрамором, помпезный подъезд, колонны, фонтаны, сады, охрана, пятиуровневый подземный паркинг. И даже собственный бассейн, фитнес-центр и поликлиника. Почти тысяча суперэлитных квартир, расположенных с 6 по 38 этаж. А наверху шикарная гостиница и апартаменты для самых обеспеченных гостей столицы. И как раз на верхнем жилом 38 этаже, почти под облаками, мы и обнаруживаем 208-метровую квартиру Алексея Рогозина, которую он купил буквально через пару месяцев после того, как покинул пост государственного управленца, директора авиозавода Илюшина. В квартире Рогозина-младшего подразумевается свободная планировка. На 200 метрах можно разместить 4 спальни, несколько санузлов, большую кухню или вообще снести все стены и поставить прямо посередине легендарный штурмовик Ил-2. Или огромный батут, или отсыпать тут окопы, как в Славинске, где мечтал оказаться его отец. Средняя стоимость квадратного метра в аналогичных квартирах на высоких этажах около 860 тысяч рублей. Вот сейчас продается соседняя квартира меньшей площади за 155 миллионов. То есть 208-метровую квартиру Рогозина можно оценить в 180 миллионов рублей. А теперь давайте вернемся и просуммируем его доходы. За предшествующие покупки квартиры в 8,5 лет он по самым щедрым оценкам заработал в 55 миллионов. Ну и понятно, что он их тратил, ел, пил, что-то покупал. А квартира за 180 миллионов. И вы знаете, что еще меня умиляет, очень трогает. Хоть младший Рогозина и строит сейчас торговые центры, но в душе это он все равно летчик. Человек-небо, изобретатель, визионер, покоритель. Сегодня я нахожусь в авиационной отрасли, считаю, что это та судьба, которая изначально мне, наверное, была в каком-то смысле даже предрешена. Мне кажется, что люди, которые связаны с авиацией, всегда так или иначе романтики. Летать очень люблю небо, очень люблю оказываться там, среди облаков. И даже квартиру он себе выбрал прямо в Чапаевском парке, или как он еще называется, парке авиаторов. Здесь прямо под его окнами стоят памятники великому авиаконструктору Яковлеву, ученому-авиастроителю Николаю Строеву. Памятник летчикам, погибшим на испытаниях здесь неподалеку, на Хадынском поле. Среди них есть, наверное, самый знаменитый Чкалов. Я прямо так и вижу, как сидит Алексей Дмитриевич вечерочком у окна в своей квартире за 180 миллионов, смотрит на парк авиаторов и думает, И мне, и мне с папой здесь поставят памятник. Я же так лихо, почти два года поднимал авиастроение с колен. Мне повезло, что я смог реализовать свое стремление к тому, чтобы не только любить небо, но и заниматься созданием самолетов. Но ничего им не поставят, конечно. А сейчас вообще самое главное – спасти Рогозину-младшему жизнь. Ведь как сказал его папа, что за коррупцию в оборонке нужно расстреливать. А что такое коррупция? Это когда пользуются своей госдолженностью, чтобы разбогатеть. Ну вот, например, она. Возвращаемся к нашей выписке из Росреестра и смотрим предыдущего владельца квартиры. Того человека, который Рогозину-младшему эту квартиру продал. Его зовут Саруев Сергей Александрович. И это владелец одного из крупнейших в России заводов космической техники. Машиностроительного завода «Арсенал» в Санкт-Петербурге. Это одно из старейших предприятий в стране. Оно было основано в 1711 году на базе пушечного литейного двора, открытого Петром Первым. Тогда на заводе отливали пушки, колокола и даже памятник медному всаднику тоже был сделан здесь. В годы Великой Отечественной войны здесь делали противотанковые орудия, пулеметы, защитные панцири и минометы. В конце 60-х перепрофилировались. Начали выпускать космические аппараты радиолокационной и радиотехнической разведки. И продолжают по сей день. Здесь, например, разработали разведывательный спутник Минобороны, который может обнаружить даже самые небольшие объекты и навести на них системы высокоточного оружия. Здесь же изготавливают артиллерийское оружие и пусковые установки для кораблей военно-морского флота. Пишут, что каждый второй российский военный корабль оснащен артиллерийскими установками производства завода «Арсенал». Это крупнейшее оборонно-промышленное предприятие в 2013 году купил олигарх Михаил Гуцериев. Тогда писали, что на долю завода приходится около 10% от всего объема государственного оборонзаказа региона. Нового акционера Гуцериева представлял сотрудником лично Дмитрий Рогозин. Последний пример, может, вы его еще не знаете. Гуцериев Михаил купил недавно, приобрел завод «Арсенал» в Санкт-Петербурге, который делает все корабельные и артиллерийские системы, а также спутники военной разведки. Готов вложиться. Я поехал сам на предприятие, встретился с коллективом, поговорили с собственником. Мы с каждым таким человеком работаем персонально, потому что мне важно одно – мотивация. Потом Гуцериев попал под санкции. И он то ли номинально, то ли реально. Для нас это не имеет никакого значения. Продал долю бывшему хозяину рогозинской квартиры – Сергею Саруеву. На базе именно этого завода работает конструкторское бюро «Арсенал» – организация, которая входит в Роскосмос, и которая совсем недавно, меньше года назад, получила от Роскосмоса 4 с лишним миллиарда рублей на очередной проект Рогозина по завоеванию вселенной. Нет, не на создание еще одного робота Федора. За Рогозин и двор стреляю в упор. А на разработку космического ядерного буксира. Главное Рогозин уже сделал. Дал будущему буксиру имя «Зевс» и пообещал отправить его к Венере или Юпитеру к 2030 году. Их не устраивают те люди, которые действительно работают на Россию, которые стараются выполнять все поручения президента. 180 миллионов рублей на квартиру в Триумф Паласе сын Рогозина не мог заработать и за всю жизнь. У него даже приблизительно нет таких денег. Но квартира столько стоит. Это ее рыночная цена. В доме очень много аналогичных предложений. Может быть, он купил дешевле? Сторговался? Но если он купил квартиру у владельца одного из главных подрядчиков Роскосмоса и оборонки, хоть на копейку дешевле рынка, это уже взятка. Коррупция. И, как мы помним, не просто коррупция, а потворство агрессору. Воруют у обороны, у безопасности страны. То есть, фактически, это потворство агрессору. И, соответственно, расстрел. Я, правда, не могу понять, кого. То ли младшего Рогозина, то ли папы, ответственного за космос-оборонку, то ли обоих. Для нас борьба с коррупцией – это приоритет. Это очевидно. И вот нам с вами прекрасный урок. Напомню, что зарплата Дмитрия Рогозина в Роскосмосе составляет более 60 миллионов рублей в год. Он богатейший человек, каждая копейка которого заплачена ему из российского бюджета. Не потому, что российские налогоплательщики так хотят. Или они в таком восторге от управленческого гения Рогозина. Просто Рогозин так верно служит Путину, что он один ему дороже, чем доктора, учителя или даже летчики-испытатели. Но проблема в том, что Рогозину все равно мало. Его семье все равно мало. Мы можем платить ему 60, 160, сколько угодно миллионов, но они все равно продолжат воровать. Мы с вами обязаны положить конец этой абсолютно прогнившей коррумпированной системе. Где куда ни плюнь, то клоун, то вор, то убийца. Невозможно просто так раз и сделать, что завтра Путин и вся его банда уйдут. Но можно стараться, чтобы это произошло как можно скорее. Фигня это все. Вот просто. Вот и все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин